Умение понимать свои ошибки это главное, умение не делать свои ошибки это главнее по-моему, тем более когда есть возможность учиться на ошибках других. Ну и что за моей спиной? За моей спиной наш любимый автоград, разговор сегодня пойдет о авторезине. Ну я немножко ремарочку сделаю. Кроме пяти автомобилей у меня еще есть дома пять котов. И вот совсем недавно сидел и смотрел телевизор, супруга приготовила мне молочный коктейль, буквально я отвлекся и тут одно из моих любимых животных, названное в честь одного из моих любимейших автомобилей, Линкольна, немножко похляпало молочный коктейльчик. На что мне супруга сказала, что в большой семье, извините, клювом не щелкаю. Абсолютно верно, кстати. Те, кто покупают автомобили в автограде, грамотно делают, обратите внимание, вот это все, что осталось. Так что, ребят, не щелкайте клювом и всем остальным. Теперь про то, чего нас ожидает буквально через месяц. А нас через месяц ожидают белые мухи. Да, через две недели нас ожидает минусовая температура ночи. Если вы на своей летней резине щелкнули и не поняли о том, что вовремя надо переобуваться, то, соответственно, клюв ваш будет разбит. Либо вы разобьете клюв еще и в другой машине. И не только. Так что, вовремя делайте грамотный выбор. Каждую божью весну и каждое божье лето картина повторяется. Толпы автолюбителей рысью перемещаются от одного шинного центра к другому. В поисках, естественно, халявы. И, надо сказать, некоторым удача сопутствует. Но редко когда, во-первых, вы попадаете на ликвидационную распродажу. А во-вторых, в большинстве случаев по бросовой цене продается не самый живучий товар. Тут важно понимать, что автоград, например, выделяясь положительным образом, предпочитает ввести товар надежный и современный. Современные технологии производства авторезины своим технологическим совершенством, во-первых, обеспечат безопасность, а во-вторых, сэкономят бюджет. Так как современная технология шиповки колес, например, позволит вам без умопомрачающей потери оных, и это применимо к некоторому не самому качественному товару, ездить и не один сезон. Сезон же зимний можно начинать и при температуре ниже 10 градусов плюсом. Когда температура средневная 5-7 градусов, уже можно устанавливать зимнюю шину, как шипованную, так и не шипуемую. Ну, автоград славится, во-первых, своими новинками. И, наверное, все-таки вот это непонятное время, когда все задумывались не о резине в том числе, оно прошло. Сейчас время задумываться о резине. Автоград привез новую резину. Что это за резина? И вот мы посмотрели, вот за вашей спиной даже интересная конструкция. Моя история общения с фирмой Nokian закончилась на Nokian 5-й серии. Сейчас что? Сейчас есть новая шина Nokian Hakopelita 7. Это действительно инновационные технологии, примененные в этой шине. Более того, эту шину уже протестировал такой известный журнал, как «За рулем», и она заняла там первое место. Нам шины, производимые компанией Nokian, очень нравятся. Они надежные. И самое главное, для наших суровых зимних условий. Мы еще можем гордиться тому, что, пожалуй, это единственная фирма, хотя Michelin в том числе, да и Bridgestone позволяет вашим шипованным колесам ездить не одну зиму, как, например, другие марки. Безусловно, не одну зиму. Компания Michelin тоже выпустила новинку в этом сезоне. Шипованная шина Michelin X-Size Nord 2. Ходимость этой шины на один сезон больше по сравнению с конкурентами. И это очень важно. То есть, если мы обычно ездим три сезона на зимней шине, то зимняя шина новая Michelin, мы проедем четыре сезона. А это существенная экономия денег. Но если кто-то решил экономить, это его, собственно говоря, дело. Мы не экономим на безопасности. Вы не экономите на новых моделях. Но новые модели приводятся по другой растаможке. Да и евро сейчас немножко другое, скажем честно. И могут люди сказать, а как новинку покупать за дорого? Но есть ли кредит у вас? Есть ли возможность не путаться со справками НДФЛ? Потому что комплект, допустим, шина, диск, это уже можно заказать и за на 100 тысяч рублей. Если хорошая машина на 22-х дисках, допустим, хромированных и хочет тоже покататься на низкопрофильной резине, но и зимой в том числе. Стоит ли задумываться, бегать со справками, напрягать бухгалтерию или вообще как? Нет, не нужно. У нас экспресс-кредитование. Мы оформляем кредит быстро, оперативно в любом нашем шинном центре. Есть такая возможность. Так, а теперь про то, чем я пользуюсь. Я купил автомобиль у вас, резина тоже у вас покупается, диски уже второй комплект. Сколько резин, я даже не перечислю. У меня есть 10%. А есть ли у меня гарантия? И вообще, как вот подносится к автограду своим постоянным клиентам? К любым клиентам. Как к новым, так и к постоянным мы относимся хорошо. Помимо новинок в этом сезоне мы предлагаем специальную гарантию на пробой или прокол. Никто не застрахован от плохой дороги и от несчастного случая на дороге в плане пробоя шины или прокола. В связи с чем наши производители, с которыми мы работаем, компания Nokia No-Michele, предлагают специальную гарантию. Вы приезжаете к нам, мы ремонтируем вам шину бесплатно. Если ремонт невозможен, вы получаете новую шину. И это колоссальная экономия денег. Конечно, надо понимать, что абсолютно новая шина имеет в разы лучшие характеристики, чем даже годовалая. Конечно, нам, как в Японии, например, каждую новую зиму надо встречать в новой резине. И это только положительным образом отразится на безопасности. И, конечно, это правильно. Но пока еще в России с трудом достижимо. Поэтому удовольствоваться нам и гордиться приходится чужими технологиями. У нас сегодня появилась действительно свобода выбора. Кто-то может свободно предлагать вам резину на распродажу. Пожалуйста, не проблема. Ну, если человек меняет свой бизнес, почему бы не скинуть и не опустить рынок? Кто-то пытается продать немножко старенькие вещи. Но Автоград имеет другую политику. Автоград заботится о вас и об вашей безопасности. Потому что Автоград продает самые лучшие автомобили города Магнитогорска. Без вопросов. BMW. Кто еще продает? Также лучшими автомобилями я назвал бы и корейские внедорожники. Ну, под соотношение цена-качество. Согласитесь, найти автомобиль за 800 тысяч рублей, на полном приводе, да еще и с мерседесовскими корнями. Это очень сложно сделать. Это лучшие автомобили, и я в том числе, обуваются в лучшую резину. Одну из лучших, допустим. Вот Nokian. Как Апеллита 5. Я даже компьютерную графику рисовал, показывая вам такой инновационный квадратный шип. Сейчас Nokian пошла дальше. Если кто-то может сказать, что одев резину в начале октября месяца, зимнюю резину, вы будете выглядеть не модно. То есть будете шуметь и шуршать. И вот для вас его вниманием представляется новая Nokian Hapelit A7. Я внимательно посмотрел. Теперь понял, почему этот денег стоит. Почему люди вкладывают немало собственных мозгов безопасности. Потому что, ну, я продемонстрирую. Вот где место, где стоит шип. Видите, как оно деформируется? Это благодаря специальным воздушным канавкам. Сам шип, я даже могу пальцем дозвонить. Но когда надо, именно он выходит на защиту вашей безопасности. То есть резина настолько мягкая и настолько комфортная, что шипов вы даже не услышите. Миллионы долларов и человека часов сегодня тратятся на разработку совершеннейших систем защиты и безопасности. Если вы идете в ногу со временем, и если вы понимаете, что зимой авторезина – это главнейшее слагаемое вашей уверенности на дороге, то уж вы-то постараетесь купить именно новинку. А уж автоград постарается, чтобы это не так сильно повредило ваш семейный бюджет. И кредиты, и скидки в автограде ведь никто не отменял. Ну, конечно, при создании этого сюжета мы могли бы проектироваться по всем предназделениям сети автоград, которые продают резину с гарантией. Ну, это и Вианор, который продает в Мэттен, советской 160 и вот на улице Северной Переходы. Мы могли бы приехать и по позициону, для того, чтобы показать новинки от Бридж-Стоун. Ну, вот здесь, на Марзоне 9, Тайр Плюс. И давайте возгордимся новинкой, которая позволяет вам с большей безопасностью и уверенностью чувствовать себя и в снегу, и на льдове. И вот тут скажем, что, конечно, можно ездить и на нешипованной зимней резине, и она есть в наличии. Обратите внимание, новые конструкции ламелей, и, опять же, воздушные подпорки. Но если вы все-таки путешествуете достаточно далеко и знаете, что иногда вы вылетаете на гололед, я скажу честно, на голом льду лучше всего все-таки быть обутым в шипованную резину. И тут вам выбирать, да? И компания Мишлен предлагает новинку. X-Ice North Xen 2. Что это за резина? Это резина с новым составом, экологически безопасная, имеет зеленый сертификат экологического соответствия. В любом случае, выбор за вами. Но главное, чтобы сэкономленные на безопасности деньги в раз не ушибли бы ваш семейный бюджет. На в разы большую сумму, так как если вы со всего хода догнали кого-то, либо на гололеде вылетели с трассы, то сумма ремонта вашего авто может составить до 50% его стоимости. И, по-моему, есть над чем задуматься. Каждый буржий день я вижу как минимум 3 серьезных аварии. И с недавнего времени аварии стали гораздо более серьезными, потому что, да, ребята, вы купили в свое время за халявные кредиты хорошие машины. Но вот годик прошел, денег стало немножко меньше. Соответственно, машины вы так же били, как и раньше. И затем уже купили более дешевые машины, потому что на ремонт дорогой машины денег нет. А, и страховые у вас немножко подвели. Ну, про страховые отдельная песня. Вот. Теперь тот, кто еще не разбил свой автомобиль, купленный, извините за сумму, от 700 тысяч рублей, а машины хорошие стоили от 700 тысяч рублей. Я бы просил не размениваться на малолитражки. Они не должны экономить на собственной безопасности. И когда вы в резину впуливаете, всего лишь 50 тысяч рублей, это я назвал комплект шинодиск для автомобиля вот этой ценовой категории, ну, как правило, это автомобили с дисками на 16, на 15, то есть вот этот показатель ценовой, то вы, как минимум, забываете про необходимость держать постоянно ногу на педали тормоза. Вот. Вы понимаете, что ваши машины в повороте также управляются, как и летом. Теперь про другую ценовой категорию и про другие машины. Скоро, очень скоро, через 3 месяца буквально, машины очень серьезные и солидные прыгнут в сегмент от полутора миллионов до двух, а иногда и выше. И вот на те машины, которые ездят на дисках на 18, допустим, надо, конечно, колесики ставить, тоже достойные. Хотя, в принципе, качество резины, что на 15, что на 18, разницы нет. Единственное, что разница в цене, по размеру другой. И, ну, даже те 100 тысяч, которые вы потратите, установив колеса на 22, а это очень редкий размер, и диски, и резина. Вот тогда можно задумываться о реальной экономии. Согласитесь, раз в год потратили, на 4 года вам резину новой хватило, но автомобиль-то целый. Так стоит ли экономить?